МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Ксерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Опять повысят? Депутаты обсудили плату за проезд в общественном транспорте. Жилье для молодых специалистов, материальная помощь больным ковидом, развитие дисконтной программы. Председатель профсоюза внеев провел пресс-конференцию. Территория смыслов, сотрудник Департамента по делам молодежи и спорта, вернулась с крупнейшего молодежного форума. Далее расскажем во всем подробно. Сколько будет стоить проезд в автобусе? Депутаты на очередном заседании комитета обсудили корректировку стоимости проезда на маршрутах Горавтотранса. Администрация предлагает новые тарифы. 33 рубля за наличный проезд, 31 за безналичный. Подробности далее. 33 рубля вместо 22 за наличный расчеты, 31 за безнал. Такой тариф за проезд в общественном транспорте предлагает установить администрация с 1 октября. Но многие депутаты предложение не одобрили. Нельзя повышать тарифы на проезд, раньше декабря, считает Иван Ситников. Сейчас многие горожане на автобусах регулярно ездят на дачу, а потому резкое повышение стоимости билетов больно ударит по их кошелькам. Тариф, предложенный администрацией Иван Иванович, также предлагает пересмотреть. Взять пример с Думы Нижнего Новгорода. Автоперевозчики Нижнего, областного центра, выходили в свою Думу с предложением увеличить тариф до 42 рублей за одну поездку. Депутаты поступили мудро, сделали 35 за нал и 30 за безнал. А там расстояние маршрутное гораздо протяженнее, чем наше. Значит, затраты перевозчиков тоже значительно больше. Но, тем не менее, была найдена золотая середина, был найден компромисс. Поиском так называемой «золотой середины» занимались народные избранники на очередном заседании Думского комитета. Последнюю индексацию тарифов в Сарове проводили в 2018 году. Администрация предоставила экономическое обоснование о повышении тарифов. Так, исходя из объёма пассажиропотока, который составляет около 2 миллионов поездок в год, и величины выручки, необходимой перевозчику для покрытия расходов – 49 миллионов, и были предложены тарифы – 33 рубля за наличный расчёт и 31 за безнал. Повышение не коснётся проездных билетов для льготных категорий граждан. Да, кто платит, ну, налом или безналом, мы только об этом говорим. Никак не хотим затронуть пенсионера, погорчить, обидеть. Когда им это может быть говорят, они думают, что их проездной увеличится, понимаете? А проездной-то не увеличится, поэтому это заблуждение. Поэтому нужно говорить, что это к ней не относится. Понятно, что мы же сейчас и говорим, что ветеранов это не затронет пенсионер. Повышать тарифы крайняя мера, считают многие народные избранники. Для начала важно залатать другие дыры в работе перевозчиков. Среди них – оптимизация маршрутной сети. За последние годы в Сарове всё больше выручки за поездки получают именно частные перевозчики, в то время как «Горавтотранс» остаётся на вторых ролях. Когда три автобуса «Горавтотранс» друг за другом гуськом проехали, а всё, и 30 минут окно, где частники действуют. Ну, это, наверное, надо менять что-то уже в этом подходе. Не просто ценой поездки регулировать, а в том числе и техническими средствами. К единому мнению депутатам прийти не удалось, а потому вопрос направили на проработку. Отдельно его рассмотрит рабочая группа Думы. 47 миллионов рублей материальной помощи выплатил профсоюз ВНЕФ своим участникам, которые переболели коронавирусом. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель первичной профсоюзной организации РПРАЭП в ядерном центре Иван Никитин. Какие ещё вопросы затронул Иван Александрович, расскажем в следующем репортаже. В этом году профсоюзной организации ядерного центра исполнилось 75 лет. В мае 1947 года прошло первое собрание работников объекта конструкторского бюро «11». В жизни профсоюза было три периода. Это советский переходный период рыночной экономики. Самыми сложными, как считает нынешний председатель Иван Никитин, оказались 90-е. Именно тогда Ивана Александровича выбрали главы профсоюза. О знаковых событиях в истории организации председатель рассказал на пресс-конференции в честь юбилея профкома. Появилось новое направление деятельности профсоюзной организации. Это борьба с задержкой выплаты заработной платы. У нас в УНИЕФе эти задержки начались практически с начала 90-х годов. Уже в 93-м году. В июне, под правильным дождем, на стадионе «Старт» стоялся митинг трудящихся в УНИЕФ с требованием выплат заработной платы. Сегодня профсоюзная организация «РФИАЦ ВНИЕФ» – одна из крупнейших в Российском профсоюзе работников атомной энергетики и промышленности. Она насчитывает более 13 357 человек. Правком ВНИЕФ сотрудничает с профсоюзными организациями восьми предприятий города, в том числе и клинической больницы номер 50. Среди достижений профсоюза за последние годы запуск дисконтной программы. На ряде предприятий города членам профсоюза ВНИЕФ предоставляют скидки. Будем дальше развивать. Я думаю, надо сейчас все-таки этот дисконт предложить нашим ветеранам. Потому что забота о них первое дело, особенно профсоюз. Я так считаю. Говоря о работе с молодыми специалистами, Иван Никитин отметил, что профсоюз эффективно взаимодействует с администрацией ядерного центра. Тем, кто после ВУЗа приходит на работу, в НИЕФ гарантирует высокий заработок. У нас вопросов нет и полное взаимопонимание с руководством. И мы каждый раз в коллективном договоре этот пункт прописываем. В поддержке молодых специалистов о гарантированном заработке, их гарантированном заработке в течение трех лет их деятельности. Также Иван Александрович затронул вопрос заработной платы всех работников ВНИЕФ. В 2007 году удалось добиться того, чтобы в отраслевое соглашение внесли пункт о ее ежегодной индексации. В этом году зарплаты проиндексировали на 10% с февраля. Кроме того, планируют еще одну индексацию в сентябре. О добровольцах Сарова, работе волонтерских отрядов города и перспективах развития поговорили на форуме корпоративных волонтеров в молодежном центре. В нем приняли участие сотрудники ВНИЕФ, которые занимаются активной общественной деятельностью в своих отделениях. Подробности в следующем репортаже. Сотрудники ВНИЕФ уже несколько лет поддерживают в здоровье традиции благотворительности и наряду с городскими волонтерскими организациями оказывают помощь малоимущим и многодетным семьям, выделяют средства на добровольческие инициативы и проекты, собирают пожертвования для детских домов и благотворительных акций. Поэтому на предприятии стал актуальным вопрос о создании групп корпоративного волонтерства. Мы, предприятие РФИАС, то есть департамент социальной политики, департамент взаимодействия с органами местного самоуправления 2068, мы как бы ориентированы на то, чтобы оказывать поддержку именно волонтерским инициативам, получать от вас обратную связь, что нужно сделать, чтобы в нашем городе стало уютнее, добрее. На форуме в молодежном центре собрались координаторы волонтерского движения различных подразделений РФИАС ВНИЕФ, чтобы познакомиться друг с другом, с городскими добровольческими организациями, а также наладить новые связи для дальнейшего сотрудничества. На мероприятии в системе ЗУМ с темой о развитии корпоративного волонтерства также выступили и представители Росатома. Я думаю, сейчас везде повестка корпоративной социальной ответственности, она звучит. И наша задача, нашего отдела в том числе, помочь тем инициативам и идеям, которые у людей есть. И они просто не знают, куда можно обратиться и где получить поддержку. То есть мы уже неоднократно писали заявки на грантовые конкурсы, у нас есть выигранные. И замечательный проект «Живое дерево» мы развиваем в том числе. Презентации своих проектов представили и сотрудники ядерного центра, и городские добровольческие организации. О работе ресурсного центра добровольчества рассказал его руководитель Илья Архипов. Волонтер от ВНИЭФа Евгения Ермакова познакомила участников форума с проектом «Живое дерево», а также с деятельностью волонтерского движения «Капельки добра». Это повторение информации, конечно. Что-то я уже до этого сдал. Естественно, да, есть что-то, некоторые вещи новые. Например, то, что у нас в городе оказывается не 20 волонтерских организаций, а 20,8. Целых 28 организаций у нас в городе. Это была новая информация. Интересно, как будет данное движение госкорпорации развиваться и реализовываться. Цель такого форума – объединить усилия муниципальных организаций и ядерного центра в делах благотворительности и волонтерства, а также для проведения больших общегородских мероприятий. Познакомиться с разными техниками рисования, подтянуть английский язык, научиться играть в шашки, конструировать модели самолетов, преодолеть страх сцены. А еще узнать, что такое журналистика, познакомиться с основами компьютерной графики и программирования. Этому и многому другому ребят учат во Дворце детского творчества. Какие направления доступны в этом году и как на них записаться, расскажем далее. Азы программирования теперь можно освоить во Дворце детского творчества. С этого года там начинает работу новое направление «Код юниор» для подростков 14-15 лет. Задача курса – обучить воспитанников основным понятиям и правилам программирования, рассказать об особенностях работы с языком Пайтон. Расширить школьные знания по физике ученики 9-11 классов смогут в новом объединении «Физика плюс». Они научатся решать задачи различного уровня. Это базовый уровень ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадные задачи. Ну и, конечно, смогут экспериментально проверить основные законы физики. Запланировано более 40 лабораторных работ. В новом учебном году в Тенах Дворца появится мастерская видеооператора. Изучение основ работы с видео и фототехникой, знакомство с мастерством оператора с каждым годом находит всё больший отклик у саровских детей, считает Светлана Калипанова. В мастерскую приглашают всех желающих с 13 лет. Решение олимпиадных задач – следующее объединение. Ну, оно само говорит за себя, поэтому здесь с 10 лет дети будут заниматься конкретным решением задач. Ещё одно объединение – английский класс, называется оно у нас. Это приходит к нам новый педагог и будет заниматься с детьми с 7 лет. Открыто записи в традиционные объединения – художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной, технической и естественно-научной направленностей. Записать ребёнка в любое объединение можно через портал «Навигатор дополнительного образования Нижегородской области». Это информационная система, в которой родители могут посмотреть любую программу, цели, задачи курса, на которые планируют отправить своего ребёнка. Для регистрации доступно несколько вариантов. Первый – полная регистрация. Это когда подаётся электронная заявка и идёт регистрация ребёнка в «Навигаторе». Второй вариант – с обезличенной регистрацией ребёнка, когда указывается только пол и идёт запись ребёнка на определённую программу и в определённую группу. И третий вариант – когда у родителей, они просто приходят во дворец и подают заявление в традиционном формате. Узнать больше о работе объединений и поговорить с педагогами можно на днях открытых дверей. Они пройдут в дворце с 29 августа по 8 сентября, по графику, который можно найти на странице ДДТ в соцсетях. Дополнительная информация по телефону 952-32. Главный специалист Департамента по делам молодежи и спорта Дарьи Цепорыгина вернулась с молодёжного форума «Территория смыслов». Там Саровчанка работала тьютером. Своими впечатлениями Дарья поделилась с нашей съёмочной группой. Форум «Территория смыслов» – одна из крупнейших образовательных площадок России, который ежегодно собирает молодых профессионалов из самых разных отраслей. Форум проходит с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь». «Территория смыслов» объединяет творческих и талантливых молодых людей со всех уголков страны. Участники форума представляют свои проекты на получение грантов, проходят образовательные лекции и тренинги. Саровчанка Дарья Цапорыгина решила отправить заявку на форум впервые. После прохождения отбора Дарья попала в члены Оргкомитета в команду тьютеров. Тьютеры – это специалисты по работе с молодёжью со всей страны. То есть это сотрудники высших учебных заведений, сотрудники среднепрофессиональных учебных заведений. Были даже там учителя школ, сотрудники органов исполнительной власти, государственной власти. Все, кто так или иначе в разных сферах своей деятельности профессионально работают с молодёжью. Только вот мы все собрались на территории смыслов для того, чтобы прокачать свои навыки, прокачать ребят. В течение месяца команда тьютеров работала с молодёжью на сплочение и формирование комфортной эмоциональной среды в коллективе. Направляла, помогала, отвечала на вопросы участников. Перед Дарьей стояла задача познакомить между собой ребят из разных направлений и сообществ, придумать кейсы и задания для развития креативных, коммуникативных навыков. Как наставник форума Дарья работала по линии творчества и креатив. Я делала так, чтобы людям было интересно, чтобы участникам было классно, чтобы им было суперски общаться. Наша задача была все вот эти сообщества соединить в той или иной степени, наладить коллаборации между сообществами. Задача была сделать так, чтобы им было классно в физическом месте жить. Задача была такая, чтобы они понимали ценность и важность образовательной составляющей формы. Выход из зоны комфорта. Так Дарья говорит о своём опыте тьютерства на территории смыслов. Месяц без выходных, в постоянном движении и генерировании идей. Это был настоящий вызов для профессионального мастерства Дарья. И в этом ей помог её опыт работы с царовской молодёжью. Это случилось в моей жизни. Это, наверное, очень классный, даже, я сказала бы, переломный какой-то этап в жизни, потому что я именно там поняла, что это классная профессия. Именно там я поняла, что специалист по работе с молодёжью – это здорово. Когда тебя слышит молодёжь, когда она тебя понимает, и когда ты можешь одновременно общаться с ребятами абсолютно из различных миров, как географически, так и просто, ну, мизров с точки зрения бытия – это очень здорово. За месяц участниками форума «Территория смыслов» стали более двух тысяч молодых лидеров со всей России. Гранты получили 44 проекта на общую сумму 21 миллион рублей. И это всё, о чём мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдёте все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опёнова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.